Когда нам дали зимние шапки, я понял, что нам куковать здесь по полной программе. То есть это было очень скучно. Вообще мы были брошены на произвол судьбы в этой казарме. Ходили там бомж-бомж лапшу какую-то покупали за километр в соседнюю деревню. Десять лет назад меня уже давно призвали по такому же приказу на военные сборы. Это, получается, тоже было при Владимире Владимировиче Путине. Я могу сказать, как не попадать туда. Просто я попал, когда пришел по повестке, и мне мама сказала, ну типа в армии я служил, а она сама не чувствовала беды, увидела в почтовом ящике повестку. То есть эту повестку не стремятся вручить лично в руки. Хотя закон о воинской обязанности тот же. А к резервистам отношение другое. Эту повестку просто кинули в почтовый ящик. Дошла она, не дошла. Если призывнику особенно, которому там повестка не дошла пару раз, и пытаются вручить ее лично, то тут просто кидают в почтовый ящик. Я говорю, я пришел вот по повестке, взяли военный билет, положили в стопку к другим военным билетам, и сказали, что вы призваны на военные сборы. Я вообще не рассчитывал на это. Мне нужно было там по делам вечером куда-то идти, и потом были дела, и планы какие-то были в течение месяца, и все. А тут сказали, все, вы призваны. Я говорю, ну как же так, мне надо идти, я работаю, там еще. Сказали, ничего страшного, вы призваны на военные сборы, и все, и забудьте обо всем. Вот, то есть, если бы я не пошел с этой повесткой, если бы мама мне не сказала, ну как законопослушный, сходи в военкомат, и меня бы не призвали. Потому что, то есть, второй раз ко мне бы не пришли. Потому что у них есть план в военкомате, они заведомо больше плана раскидали повесток, и люди пришли, и им уже ехать там завтра, к примеру, в военную часть. И если там день, два, три задержки, и все, команда уехала, вы уже не нужны. То есть, они знают, что не все приходят, поэтому страхуются. У них был план, там, допустим, 20 человек от Липецкой области. Набрали там 30 человек от Липецкой области, все вот как я пришли. Вот в Москве сложнее было набрать таких призывников. А у нас вот, плюс еще сверху пришли люди, которые мы горычи платили, чтобы прийти. Потому что получают они офицерское звание, и устраиваются в милицию, в ФСБ, в другие службы. И те, кто планировал пойти в милицию, в ФСБ, даже в нарушение закона о призыве на воинскую службу, после своей срочной службы, у них не прошло определенного количества лет. Но там через год, кто-то даже через полгода был призван на военные сборы. Они платили, мы горычи, я знаю. Вообще, если собрать кучу документов, кучу документов, те компенсируют твою зарплату. Но эту кучу документов надо, в общем, если у вас крупная организация, и там действует нормальная бухгалтерия, то вы соберете эту кучу документов. Если у вас небольшая организация, и вы как бы сам на себя работаете, то вы просто перестанете работать и соберете какой-то минимальный оклад, может быть, какой-нибудь себе компенсируете. Это 10-20 тысяч рублей за два месяца. Сборы длились два месяца. И когда мы туда приехали, это ко второму вопросу. Когда мы туда приехали, нам сказали, да ладно, ребята, что вы, то сейчас недельку по документам покажут, что сборы прошли, и вас отпустят. Привезли в Московское высшее военно-командное училище. Там начали давать обмундирование. Когда нам дали зимние шапки, дело было в конце лета или в начале сентября, когда нам дали зимние шапки, я понял, что нам куковать здесь по полной программе так и получилось. Все время ждали какую-то проверку. Эта проверка не приезжала. Так два месяца мы и отбыли там. Никому не были нужны. Вот нам и там говорили, есть такие люди, которые даже стремятся отдохнуть от семьи, там много детей, есть ли работа какая-то напряженная. Такой вот лагерь, пионерский лагерь. Призываются люди, служившие. Я не знаю, как сейчас служит, порядок службы изменился, но тогда, когда призывались ребята, у всех включалось вот это вот, то, кто служил. Смекалка армейская. Понимали, что им бани не обеспечены, ничего не обеспечено, потому что там документы все еще не оформлены, там пайка нет. И начинали как-то вот, в первые же там 6 часов уже организовывались, скидывались сигарет солдатам-срочникам, банщикам. Вот, ну, это не уставные бани были, то есть потом нас ругали за это. Типа, я, если вы еще раз, с другой стороны, вы не обеспечиваете нам мытье, а ругаете, если вы еще раз пойдете мыться, мы там вас накажем. И что, я не знаю, как-то наказывать, собирались высылать что ли оттуда из этого леса. Ну, короче, я служил в лучших условиях, чем были военные сборы. Нас от Московского высшего военно-командного училища направили на полигон под Ногинск, этого командного училища. Там стояли на тот момент, хотя уже, в принципе, армия так это ожила, после 90-х годов упадка. Но там до сих пор стояли бараки 50-х годов, деревянные, длинные, закрывая дверь, падало окно на другом конце барака от воздушного движения. Ну, от детонации было такое. И крысы бегали по этим баракам, и ГИСа радость была, что не пришлось на тумбочке стоять. Если кого-то ставили на тумбочку когда-то, то там был батальон обеспечения, это Московского высшего военно-командного училища, оттуда пару солдат брали. Если там ждали, опять, ну, типа проверку, там ждали каждый день, этот солдат на тумбочке стоял. Не приходилось ничего не убирать, не мыть там туалеты, ничего такого не было. Вот единственная вот поблажка. Условия были хуже, кухня была хуже, вот этот батальон обеспечения, солдаты-срочники, они, я, ну, не ел до этого мясо белого медведя, это вареное сало, а там повара были солдаты-срочники, причем наверняка даже без образования, там, какого-то кулинарного техникума. И они делали, варили, как вот бог на душу положит. Там чай у них только получался. Но мы не ели, я не ел. Я похудел, просто не ел. Вот, вот, ходили там бомж-бомж лапшу какую-то покупали, там, за километр в соседнюю деревню. Вот, ну, я даже похудел, это как бы плюс. Ну, там какая-то физподготовка, футбол играли. Вообще мы были брошены на произвол судьбы в этой казарме. Мы скидывались на бутылку водки, на чекушку пьющему майору, чтобы он отвез нас на полигон на Зилу, на Зилу поездить. И мы порулили по очереди по этому полигону. В армии служил по другой военно-учетной специальности, а тут меня переучили на, как бы, командир мотострелкового отделения. Ну, то есть я по умолчанию должен вводить БМП, там что-то еще. БМП я только видел. БМП-3 нам показывали новейший на тот момент. И никто не сажал нас за руль. Хотя на этом полигоне высшего военного командного училища реально готовились курсанты, они ночные стрельбы с танков, там стекла звенели у нас. То есть, стрельбы были из обычного стрелкового оружия. Два или три раза. Просто постреляли. Ну, тоже, это было тоже развлечением. Ну, хоть чем-то вот нас занять, чтобы. То есть, это было очень скучно. За исключением, ну, два месяца, 60 дней. За исключением трех этих дней стрельб. И там, не знаю, там еще нескольких дней, когда мы ездили кататься на ЗИУ. Еще потом, через полгода, или месяцев через девять, или через год, нас вызвали в военкомат, чтобы получить зеленые книжечки офицеров запаса. То есть, с тех пор вот я стал офицером запаса. И офицером запаса я стал. Меня поставили на учетный офицерский стол. Вот там, где я живу по месту жительства. Иногда прозванивают. Там пришлите фотографии для личного дела, еще что-то. Я, конечно, дергаюсь там. Что не так? Опять, может, война какая с Соединенными Штатами? Или с кем еще? Но вроде пока тихо.